Доброе утро с тобой и хорошей всем огромной памяти! У нас рано, у нас 8-15 утра и вот так рано я начинаю влог как никогда, ну очень редко я начинаю прямо именно с утра. Так, муж только что уехал со своим сыном к свекрам, надо им там кое-что купить, помочь, вот. А я, что хотела сказать вам, вот как тут не верить, да? Вот помните, я показывала недавно, буквально весной, я заказала один браслет с тибетскими камнями и там, короче, с кошачьими камешками, но там есть еще и тибетские камни, что каждый камешек, ну сейчас я стала браслет наверху, каждый камешек предназначен для какого-то органа человека, там сердце, желудок, печень, мозг и все такое. Вот, там еще лицо Будды, по-моему, там или что, Кришна, что-то такое. В общем, тибетские камни. И вот я сколько проносила, я даже спала в этих, в этом браслете, единственное, что я не купалась и когда в бассейн ходила, я снимала этот браслет и когда купалась, я снимала этот браслет, потому что я не хотела мочить, мало ли что вдруг там резинка бы, как говорится, деформировалась. Вот, и вот недавно вот я показывала, что у меня этот браслет порвался, но не полностью цепь порвалась, а, видать, какие-то слои порвались, вот, и она стала очень такой свободной, короче, этот браслет стал очень свободной и я сняла его, чтобы камешки все не потерять, чтобы вообще цепь не разорвалась, чтобы все камешки не потерять. И вот я еще искала все это время, а, ну, подождите, прежде чем сказать, как только я сняла этот браслет, буквально я заболела, вот я простыдилась, представляете, вот как бы это не верить, скажите. Действительно, может быть, браслет этот, как бы, сохранял там, действительно сохраняет какие-то органы человека и все такое, помогает вообще. Сейчас. Ну вот как тут не верить? Я лично вот верю, вот вообще, вот как жить без веры в жизни, да, особенно если верить во что-то хорошее. Во что-то плохое верить, конечно, не стоит, но во все хорошее лучше верить, потому что жизнь без веры, это, как говорится, не жизнь. Вот. И, короче, вчера мы ездили по магазинам и искали ластик, цепочку, не цепочку, а такой вот, как это, резиночку такой, чтобы для браслета, чтобы она растягивалась и все такое, и завязывалась, но нашли один ластик хороший, но он в голову Будды влез, а именно в камешке, там дырочка маленькая, не влезла этот, короче, и муж снял мерку с этих дырочек маленьких и будем по-новому искать вот эту вот резиночку. А пока я, короче, вчера уже не выдержала, я делала вот этот вот снова браслет, буду носить, пока этот браслет, пока я тот браслет не отремонтирую. Этот браслет, который я привезла года три назад с Сан-Джованни Ротонда, именно где жил и служил Богу Святой Падре Пио, и вот я там купила себе этот браслетик с изображением Святого Падре Пио. Вот. И я его, когда как-то купила, я его долго носила, потом появились у меня другие браслеты, и я просто-напросто этот оставила, без силы. И я вот, наконец-то, одела. Пусть он у меня пока сохраняет святой Падре Пио, пока я эти тибетские камни не отремонтирую. Вот такие вот дела. В общем, муж у меня уехал. Сейчас я пойду Никиту будить, и будем собираться, как только он приедет, может быть, поедем Никите обновки покупать, шоппинг делал для Никиты, потому что скоро, я уже говорила вчера, а скоро школа начнется, ему надо новые майки, брюки там, что-нибудь. Парень-то растет, и он уже такой парень, уже усики появляются, пойдет в школу, супериоры, там уже и девушки будут молодые, уже с формами, как говорится, уже сформированные девушки. Я говорю, давай тебе надо хорошо выглядеть, и все такое. Новая одежда. Вот. Короче, сегодня поедем. Я не знаю, или с утра поедем, или после обеда, ну посмотрим. Так, я своих мужиков сегодня накормила блинами на обед. Ну, я, конечно же, со сметанкой поела, надо было сметану закончить. Мы сейчас после обеда едем в ближайший супермаркет, там купим, что надо, надо купить этот сухой завтрак, потому что у нас закончился, обязательно там бананы куплю, и все. Потом у нас по плану отдых, и потом шоппинг для Никиты. Вот, смотрите, снова ни одного облачка, снова ни одной точки вонючки, жара такая, сколько, 28 градусов, но, мне кажется, за 30. Вот это вот непонятно что, типа кукуруза, но не кукуруза. Вчера тут столько птицным полем было, сейчас не вижу ни одной. Нет, попросили, чтобы я дорогу показывала впереди, где мы ездим, но пока мы здесь на экране, тут, в принципе, ничего такого показывать. Мы сейчас не в город, мы когда мы в город, поедем туда, но я поснимаю улицы с машины. Может, практически приехали, вот там где светофор, за светофором, и, может быть, в наш супермаркет, куда я обычно хожу пешком. Все накупили, сзади бросили, домой едем отдыхать. Мне сегодня с утра, я как сегодня с утра проснулась, у меня в голове сидит эта песня Меладзе, которая поет Меладзе, «Как ты красивая сегодня, как ты сегодня, Меладзе». Я не знаю, с чего она мне в голову залезла, я ее вообще в последнее время не включала, эту песню не слушала. Вообще, я не такая уж сильная фанатка Меладзе. Конечно, нравятся многие его песни, но я в последнее время, честно говоря, слушала, вот, как вы знаете, вот и зубала я снова. Ностальгия, видать, у меня замучила ностальгия. Слушаю песни этого Димы Маленького. «Почему мне Меладзе в голову залез, в голову с этой песней? Как ты красивая сегодня». Сейчас была в супермаркете, и прямо-прямо вслух тихо подпевала себе ее. Хочу вспомнить песни Маленького и не могу. Постоянно в голову лезет этот Меладзе. Чего такое? Сейчас, наверное, кого-то из вас тоже заражу. Все, мы поехали за вещами, за обновками Никите. Но сейчас по дороге нам надо заехать, забрать муж мне на новое водительское удостоверение. Мы едем за городом пока что. Через рисовые поля, желтые. Сейчас проедем, это даже не село, это как дыра, короче. Ну, типа села, маленькое такое. Проедем мимо. Тут всего три дома, но зато у них даже своя церквушка есть. А вот она, маленькая-маленькая. Старые тут дома. Не успели въехать, и вот мы уже выезжаем практически. Вот там, за этим белым домом, уже все, закончилось село. Пока в машине сидим, муж пошел с удостоверением, увидела у него вот эта реклама, вот эта китайская и японская кухня, короче. И тут суши, смотрите, какие названия. Читаем, потому что суши-то я люблю. Саки-маки, еби-маки. Нормально? Где? Вот. Это я не матерюсь. Это так и называется, еби-маки. Деремочитаться. А? Деремочитаться. На, читай. Это мы снова за городом, видите, там написано металлургико, металлургико, металлургико на Борезе. А, вот, нашла. Это здесь металлургическое предприятие все находится. Вот. И вот здесь рядом школа, танцевальная школа Карайби, видите? Я вам показывала в прошлый раз. Мохито называется. Вон, вот это здание, большое здание. Вообще. Кстати, вот вчера похвасталась вам, что у нас уже фибр поставили. И вот вчерашний фильм загрузился. Илья уже говорила. Да, и мне не идет интернет. Нет? А, ну так там всего 20 минут. Говорила. Объехали практически весь город. Сейчас выйдем, въедем, то есть с другой стороны в город. И там пойдем нефти покупать обновки. Видите, кукуруза уже какая-то спелая. Наверное, кукурузу раньше скосят, чем рис. Так, мы были в одном магазине. Там Никите ничего не понравилось. Короче, едем снова в наш торговый центр. Посмотрим, там прогуляемся. Стоим на светофоре. Ждем зеленый. Гумороза. Ни потенциал, а только новое. Впереди Харли. Мы едем. Так, почему мы на мосту едем? Потому что под низом приходит железнодорожная дорога. И там у нас следа ждет вокзал. Поэтому мы проезжаем по мосту. Правда, не видно. Вот там железный. Ждет вокзал наш. Там станция. Поэтому мы по мосту едем. Это центральная часть города. Сейчас вокруг, вокруг, вокруг. И снова красный. Мне, наверное, сейчас вообще плохо слышно, потому что у нас кондиционер на полную катушку работает. У нас очень жарко. Да, вот в этом районе когда-то жила Катюшкина. Все. Сейчас я уже могу сказать, что они уже там не живут, что они переехали. Но пока не буду говорить, когда она приедет с Киева. Я спрошу, если она захочет, чтобы я говорила что-то, значит, скажу. Вот на этой парковке я обычно... Ой, уши-то. На этой парковке, на той парковке я обычно на свою машину останавливаю, когда иду заниматься спортом. А мы въедем. А мы уже, в принципе, скоро подъедем. Все направо, а мы вниз. В туннель. Кост поехал. Надеюсь, сейчас найдем припарковаться в тенечке где-то, потому что солнце, такая жара. Приехали. О, хоть здесь прохладненько. И шумно, конечно же. Музыка еще орет где-то. Приехали на шопинг, а сами сразу как по коктейлю. Никита взял шоколадный, я как кофейный, короче. Ходим гуляем. Никита с обновками. Ну там, кстати, или этот, этот оператор. Посмотрим, какой у меня выгодный. У Никиты выгоднее или у меня выгоднее оператора? Посмотрим. Ну все, ехали сюда под землей, а теперь над землей едем, по мосту. Уже внизу этот торговый центр. О, там тучка какая. Вот и появилась тучка вонючка. Ага. Так все, мы уже домой едем. Короче, что мы не купили, только пару футболок купили. Уже, что мы в следующий раз как-нибудь поедем, будем искать. То одно не нравится, то другое не нравится. Да. Блин, раньше так было красиво, когда были рисовые поля, а сейчас соевые поля вообще никакой красоты не осталось. А то было красиво, потому что была вода кругом. И сейчас бы рисовые поля были желтые тут. Вот видите, сколько машин тут люди оставляют на окраине у нас. И сами бегают по этим полям. Приезжают с города. Или гуляют вон с собаками, с колясками. И поехали домой по сельскому, по сельской дороге. Буэраки, реки, ямки, камни. Трясучка такая конкретная. Редактор субтитров А.Семкин